Итак, здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать о программе для предварительного расчета летающих крыльев. Где-то около года назад я подумывал о том, как построить что-то свое, чтобы я сам рассчитал от начала до конца и довел бы от некой идеи летательного аппарата до его реализации в реале, в железе. И в этот момент у меня уже был свой самолет, RC-шный тренер, CloudFly. Мы его с другом немножко переделали и вместе летали, развлекались, так как были, собственно, бедными студентами. И денег особо в карманах не водилось. Тогда я понимал, что полностью осознаю теорию. Но как эту теорию по расчету летающих крыльев на практике, я не осознавал. И чтобы систематизировать свои знания, решил написать программу на MATLAB. Что-то вроде калькулятора приблизительного расчета расположения фокуса летающего крыла. И получилась программа, на входе которой был некий файл, в котором описывались геометрические характеристики крыла. Да, допустим, длина хорды, расстояние от центра, смещение 1,4. Ну, там последних столбцов не было тогда. Потому что они нужны для других расчетов. И обозначают немножко другие параметры. Вот, а на выходе была геометрия крыла. Геометрия крыла и точки, показанные как рассчитаны точки фокуса каждой части крыла. Вот, и показана общая точка. То есть, общей точки здесь не показано, но общая точка у меня рассчитывалась и показывалась на графике в той системе координат, в которой был построен летательный аппарат. Вот, данный алгоритм расчета представлен в статье на форуме RCDesign. Статья называется «Несущие крылья, часть 2, геометрия крыла». Я, собственно, на этом не остановился и решил развить эту идею. Вот, и основная идея программы стала быстро превратить свою идею крыла в некие численно массогабаритные характеристики. И добавил в программу расчет центров тяжести объектов и крыла. И перевел само летающее крыло в трехмерный вид, чтобы было можно понять, как оно будет в конечном итоге выглядеть. И в итоге получилась программа, которая может строить, собственно, то, что вы видите, строить крыло летающее по тем значениям, которые вы зададите. Считать площадь крыла в плане, площадь крыла в поперечной, массу крыла, если оно выполнено из какого-то однородного материала, допустим, если оно полностью будет сделано из пеноплекса, либо из синьки. Общая масса крыла плюс оборудование, там общий центр тяжести, который звездочкой вот здесь вот представлен, не звездочкой, а крестиком. Сейчас я его вам покажу, приближу это место. Считать площадь крыла в плане, площадь крыла в поперечной, массу крыла, если оно выполнено из какого-то однородного материала, допустим, если оно полностью будет сделано из пеноплекса, либо из синьки. Общая масса крыла плюс оборудование, там общий центр тяжести, который звездочкой вот здесь вот представлен, не звездочкой, а крестиком. Сейчас я его вам покажу, приближу это место. Вот оно. Вот крестиком показан общий центр тяжести. Далее фокус. Он такой звездочкой представлен. Вот он фокус крыла по тангажу. Фокус крыла по тангажу и фокус крыла по курсу он сделал для того, чтобы показать также момент, который стабилизирует. Вот он здесь представлен, этот фокус. И далее также считает нагрузку на крыло. В граммах водоцемет. Собственно, как же пользоваться этой программой? Эта программа имеет свой файл, свою папку. Допустим, в данном случае в директории G. Папка plane. Wingdev. Далее я говорю. И файл, собственно, plane.m. Вот он. Он и есть. Прежде чем работать с программой, нужно иметь три файла, которые будут дозаполняться в дальнейшем вами. Это wing крыло. Оно может называться не так, но должно иметь именно такую таблицу, которая здесь представлена. Элементы. Элементы крыла. То есть элементы оборудования, которые внутри поставлены. Допустим, усилительные трубки, которых здесь нет. Их также можно нарисовать. И разные, ну, остальные разные какие угодно элементы, которые можно представить в виде коробки, либо цилиндра. И по каждому телу даются свои характеристики. И фокус, не фокус, извиняюсь, профиль. Профиль здесь показан как в атласе профилей. То есть проценты от 0 до 100, это длина хорды. И проценты также относительно хорды вверх профиля и вниз профиля. Первые значения обязательно должны равняться нулю. То есть... Сам значение профиля может равняться нулю. А значения... Значения вверх и вниз не должны равняться нулю. Первые и последние значения. Иначе программа будет сбоить и не сможет ничего вам посчитать. Итак, давайте посмотрим, как же настраивается программа. У нас есть три файла. Программа лежит на некоторой директории на каком-то жестком диске или съемном носителе G, допустим. Мы пишем, что оно находится на съемном G. Дальше в каждую папку прописывается расположение на этом жестком диске файлов трех. Wing, Profile и Elements. Здесь также указывается папка для записи кривых, для быстрого создания в Solidworks. То есть, в эту папку записываются файлы текстовые с точками по линии, по которым можно будет спокойно нарисовать наши профиля. Ну и вытянуть, собственно, прямо в Solidworks крылья. Ну, как бы получить уже в нормальной программе 3D модель некую. Также здесь присутствует, также он выдает некий, как же это сказать, некий массив точек в Solidworks, который указывает на объекты, то есть на элементы конструкции, такие как сервомашинки, двигатель, винт там и так далее. Так, как же пользоваться... А, теперь я опишу наши таблицы и распишу, что и как обозначается. Это первая таблица, называется Wing, крыло. Итак, смотрим на наше крыло. Здесь показаны 5 значений для каждой хорды крыла. Итак, первая 0,42. Это длина хорды. То есть, длина хорды, вот этой вот первой, 0,42. Далее показана длина хорды следующей, 0,35. Вот она показана, 0,35. Я беру первые два профиля, чтобы было понятно, как это происходит. Допустим, если я удалю все остальные, как я покажу сейчас. Удалю. Чтобы можно потом было восстановить и посчитаю, то я получу только несколько, ну, первые два профиля крыла нашего. Давайте на них посмотрим. Расстояние от центра, 0,1 метра. Здесь все приводится в метрах. Вот наши 0,1 метра. Вот они указаны, 0,1. Далее, смещение 1,4. Примерно в этой точке, в 1,4 от хорды крыла, средней аэродинамической хорды крыла, у нас размещается фокус. Это будет зависеть от самого профиля, от много каких факторов, но для примерного расчета взято, что в 1,4. И это значение удобно тем, что оно как раз мы двигаем не нулевую точку профиля, а одну четвертую профиля. Чтобы проще было ловить фокус в дальнейшем. То есть мы смещаем профиль по оси х, в данном случае, на 0,1 метра. То есть, допустим, если мы возьмем, ну, четвертую, вот она где-то здесь, в профиле, то она будет смещена на, от нуля, допустим, относительно вот этой хорды, на 0,1. Или здесь на 0,0,3. Ну, здесь, видите, написано, минус 0,0,1 первая хорда, вторая хорда минус 0,0,3. В-образность. Давайте пересчитаем. Да, продолжаем. В-образность здесь указана в градусах. То есть, первая 0, вторая В-образность 2 градуса, вот она показана, третья 20 градусов показана, и четвертая 90 градусов показана. 90 градусов, это фактически мы выгибаем крыло, и делаем некую шайбу. Далее коэффициент идет, коэффициент ширины, скажем так, профиля. То есть, допустим, 1,6 это первый профиль, 1,6, а 1,6 это 1,6. То есть, мы увеличиваем профиль, умножаем его на 1,6 в ширину. Следующего 1,2, у последующих же по единице. Также можно поставить, допустим, 0,5. И, в общем-то, я объяснил, как пишется таблица на само крыло. Так, теперь зайдем в элементы конструкции. Элементы конструкции могут быть двух видов. Это тело, либо либо коробка, либо цилиндр. То есть, допустим, если у нас сервом машинки здесь представлены как как коробка, то винт и двигатель представлены, собственно, как цилиндр. При этом, если у нас коробка, допустим, тело 0, смотрим, АКБ, аккумулятор, да, пишется его вес 75 грамм в граммах, расположение центра этого объекта по x, y и z и его высота, ширина, глубина gx, gy и gz. Также пишется α, β и γ. Это углы эйлера. Ну и тип тела 0, либо 1. Если цилиндр, также остается, допустим, смотрим, один масса, 60 грамм, это двигатель. Пишется его расположение его центра 0, 2, 0, 0, 2. По x, y, z. Далее пишется его габариты gx, это диаметр, первый диаметр цилиндра, потом ставится второй диаметр, а, это его длина 0, 0, 5, потом пишется первый диаметр цилиндра и второй диаметр цилиндра. Так. также здесь я привык комментировать по строчкам, что у меня, чем является, допустим, аккумуляторная батарея это 1, регулятор это 2, приемник это 3 и так далее. про профиль я уже рассказывал. Итак, в общем-то все, что я хотел рассказать про данную программу. Спасибо за внимание. Если вы хотите задать вопросы, то вы можете их оставить в комментариях. заседения transplantом сидеть Estados или haul м с Продолжение следует...